Тверские школьники вошли в число победителей Международного экологического фестиваля телевизионных фильмов «Спасти и сохранить». Уже не первый год в 14-й школе Твери работает творческая студия «Кнопка». Ее воспитанники создают мультфильмы и традиционно входят в число лауреатов престижных конкурсов. О том, как создать мультфильм за школьной партой, наш следующий сюжет. Для того, чтобы оживить персонажа, если нам нужны резкие движения, мы делаем меньше кадров. Если нам нужны плавные движения, мы делаем больше кадров. То есть очень-очень маленькие. Воспитанники школьной студии «Кнопка» о мультфильмах знают почти все. В активе десятки фильмов со сказочными принцессами из пластилина, школьные новости и короткометражки с глубоким смыслом и незаурядным сюжетом, которые побеждали на фестивалях детского и юношеского творчества всероссийского и международного уровня. Из последних — анимационные фильмы «Как стать принцессой» и «Колокольчик», который получил приз на международном экологическом телефестивале «Спасти и сохранить». Мультфильм рассказывает о капризной принцессе, которая решает избавиться от всех растений, кроме любимых роз. Но межгалактический патруль спасает живые существа. Остановитесь! Но это называется больше смешанная анимация, потому что ребята и задние фоны рисуют, занимаются перемещением фигурок, делают из пластилина очень много всего. Очень подвижная получается пластика, трехмерная. Дети воспринимают перспективу, то есть дают возможность получить образование не только как какой-то создатель, аниматор, но и видеть перспективу на свое будущее. Руководитель школьной студии, педагог Владимир Хохлов, проходил курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Он рассказывает, те, кто приходят сюда заниматься, остаются надолго. Новые идеи всегда обсуждаются коллегиально, и у каждого участника проектов есть возможность попробовать себя в творчестве. Не так давно было принято решение снять короткометражный игровой фильм. Писать сценарий взялась ученица седьмого класса Соня Елымова. Главный герой этого фильма будет мальчик-подросток, ну, около 19 лет. И женщина. Также будут актеры для второго плана, тоже такого же возраста. Фильм о современных героях войны будет называться «Алешенька». Ребята пока не раскрывают подробности, но у его основы реальная история, которая произошла в Торжке. Сценарий фильма готов. Утверждены артисты для массовых сцен. Найден главный герой. Кастинг актеров для участия в проекте пока еще продолжается. Хотя съемочная группа 14-й школы поставила себе задачу уже в октябре провести все съемки. У нас есть творческая группа, которая занимается созданием именно сюжетов. И кто-то придумает идею создания фильма. Подключается коллектив. Собирается творческая группа, которая помогает рисовать, лепить, создавать мультики. После этого ищутся режиссеры. Включаются операторы и монтажеры. После этого начинает закипать творческая работа. И 2-3 месяца получается какой-то новый фильм. Редакции газет, телестудии, медиа-центры сегодня организованы во всех тверских школах. Некоторые из них выпускают только печатные издания. В других, с учетом пожеланий и наличия команды школьников, снимают и монтируют интервью, видеосюжеты и ролики. Такой формат творческой работы очень востребован. В связи с этим в управлении образования Твери уже началась работа по созданию единого городского медиа-центра для школьников.